Во-первых, сообщаю, что в настоящее время жив-здоров, того и вам желаю в вашей жизни. Я вам сообщаю, что я вступаю в бой. Если буду жив, то буду сообщать. Это письмо, написанное рукой прадедушки, Лиза читала десятки раз. Когда ей было 16, в ее руки попал пожелтевший листок бумаги. Письмо домой накануне очередного сражения. Стало последним свидетелем боевого пути прадеда Василия Гапонова. Сначала ответов не приходило. Затем поступил ответ в 1944 году. Письмо очень-очень старое. К сожалению, очень ветхое. Я вам попытаюсь его сейчас показать. По частям распалось? К сожалению, да, по частям распалось. Потрепанные клочки письма хранятся в семейном архиве 70 с лишним лет. 22 августа 1944 года. Ответ замполита части. Боец Гапонов госпитализован и в часть не возвращался. Благодаря тому, что у нас есть такое письмо, есть номер полевой почты, мы установили, что он служил во 2-м батальоне 252-й стрелковой дивизии стрелкового полка, 83-й дивизии. По истории мы смотрели, это была операция под Гомелем, после чего Гомель был освобожден. Этот факт правнучка установила сама. Ведь долгие годы семья считала, что Василий Никифорович погиб, защищая Великие Луки. Выяснить и дальнейшую судьбу прадеда Элиза до сих пор не смогла. Семейную реликвию пару писем до черно-белой еще до военной снимок решила передать в музейные архивы. За месяц проведения акции сюда поступило больше полусотни фронтовых треугольников. Татьяна Желтоногова внимательно изучает каждое. Как правило спрашивают, как чувствуют себя родственники, ждут, чтобы ответили на письма бойцов, узнают судьбу своих, может быть соседей, знакомых. Даже в одном из писем муж интересуется у своей жены, сколько денег она потратила на покупку шубы, валенок и сапог. Фронтовые письма как молитвы поддерживали и согревали бойцов. Сотрудник музея принесла из архивов старые конверты, поблегшие открытки, вырванные из блокнотов страницы, испещренные убористым почерком. Кстати, и треугольники появились-то из-за банальной нехватки конвертов. Ежемесячно доставляли до 70 миллионов писем. А за все годы войны, по данным управления военно-полевой почты, около 6 миллиардов. В некоторых письмах встречается такая фраза, что высылаю столько-то листов бумаги, например, два листа бумаги для ответа на мое письмо. История семьи Пескуновых не умещается на страницах одних только писем. Военные снимки – наградные листы. В семье Игоря Алексеевича воевали все мужчины – отец, тесть, дядя. Последний Олег Филин попал на войну в октябре 43-го. Уже в декабре в одной из разведок он берет языка. 14 декабря 43-го года Филин состоял в группе захвата, выполняя задания командования, проявил отвагу и мужество. Зашел в толп противника, взял пленного и доставил ее в шляпы своей части. Товарищ Филин достоин рождения медалью за отвагу. Игорь Пескунов с гордостью рассказывает и об отце – пулеметчик партизанского отряда имени Ворошилова. Тот участвовал во всех операциях с августа 43-го по июль 44-го до соединения с Красной армией. Читает отрывки из писем тестя, командира танкового взвода, участника Сталинградской битвы. Письма и документы военных лет в их семье бережно передают из поколения в поколение. Я сейчас что-то стал волноваться. Вспоминаю, когда читаешь, дрожь берет просто-напросто. Человека нет, война. И вот, конечно, их надо сохранять. Я зачитывал своим детям, то есть внукам уже будем говорить. Рассказывал. Теперь эти письма от первого лица смогут рассказать о войне всем посетителям музея. Рассказы очевидцев тех лет войдут в электронную книгу памяти. Копии писем можно будет увидеть и вживую. На выставке, посвященной 75-летию со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Она откроется в Краевическом музее 17 сентября. Елена Бочкарева, Сергей Любецкий. События. Брянск. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok